здравствуйте с вами снова или на мой канал и наф довольно в данном случае я говорю довольно довольно пропаганды довольно лжи и довольно путина у власти благодаря ему уже сто дней идет война в украине гибнут люди гибнут русские гибнут украинцы гибнут люди других национальностей и это не прекратится для путина в этой проигранной уже войне про которую он продолжает говорить о том что что-то там побеждает что-то там получается он угробил россию этой войной угробил россию в первую очередь он угробил россию он угробил он гробит украину он убивает людей огромное количество людей умирает каждый день эту войну надо прекратить но прекратить ее можно только победой украины к сожалению к сожалению что эта война вообще произошла для нее не было никаких абсолютно причин во многих своих видео я это объясняю и рассказываю и доказываю кроме имперских амбиций путина кроме боевой борьбы за власть страха потерять власть никаких причин для этой войны не было поэтому что я могу сказать раньше я вас ни к чему не призывала но теперь я по-другому не могу ваша жизнь жизнь ваших детей и ваших внуков может даже и правнуков зависит сейчас от того что вы делаете даже если вы не поддерживаете режим и не протестуете никак это все равно важно нельзя давать себя сломать нельзя давать никому принимать за вас решение нельзя доверять другому человеку за вас думать это со временем без тужи влада вернул термин лицо принимающее решение лпр каждый человек должен быть лпр лицом принимающим решение и за эти решения надо отвечать к сожалению сейчас решение путина отвечает россия и россияне и мне больно об этом говорить просто вот больно война уже проиграна но тем не менее россиян продолжают туда засылать их продолжают обманывать и это все продолжается и продолжается и продолжается разруха экономики россии разруха вообще страны разруха всего российского и русского вот из-за имперских амбиций одного человека это просто отвратительно совершенно вот никаких причин для этой войны не было ни за что совершенно ни за что россия напала на чужую страну на страну которую она считала братской она разрушает вот путин разрушает сейчас отношения россии со всем миром он разрушает отношения россии с украиной разрушил уже с белоруссии с ближайшими нашими соседями никто так соседями не поступает вот никто это просто вот глупая глупая политика совершенно который выгодно только ему одному вставайте во весь рост россияне хватит терпеть этого ублюдка делайте что можете каждый может что-то для того чтобы этот режим упал если вас посылают на войну по крайней мере вам дают в руки оружие поверните его в другую сторону сметить этих своих командиров если они приказывают вам убивать мирных жителей сметите этого путина если вы умрете так по крайней мере вы умрете стоя а не на коленях по крайней мере это за свою за будущее своей страны за своего за своих детей за свои семьи вот за что если вас пошлют в украину вы умрете как фашист который вторгся и топчет сапогами чужую страну насилую насилуют женщин убивает детей бомбит школы бомбит жилые дома кто за это все за который вы же будете потом платить ваша страна и моя страна тоже поэтому мне не все равно поэтому я делаю то что делаю поэтому я записываете видео поэтому я объясняю ситуацию нельзя поддаваться на вот эту пропаганду нельзя вот посылают ваших детей в армию в армию их посылают убивать других людей но неужели вам не придет в голову проверить информацию сейчас столько возможностей для этого есть канал популярная политика например хоть бы екатерину шульман послушали все таки известный политолог умная женщина я не знаю ну хоть бы логику применили честное слово украина на кого-то собиралась напасть 140-тысячное и 180-тысячное в разное время армия россии топталась у границ украины и в это время украина собиралась напасть в трех разных местах глупость какая боже ты мой терпеть это дольше нельзя не жаль что я вынуждена вам это сказать но чем дольше все это затягивается тем больше россиян и тем больше украинцев погибнет и тем хуже будет состояние россии в любом смысле в экономическом в моральном в политическом когда до многих из вас дойдет как сильно вас обманули вы ведь хорошие люди всех кого я знаю все хорошие умные люди но потому что вот это все основано на той пропаганде которую вам запихивали годами десятилетиями в голову в СССР вас обманули вас обманывали тогда и обманывают теперь вот на этом фундаменте строится вот эта вся ложь ложь и чушь и этой лжи настолько много и она настолько разного плана вот например даже умные люди все-таки с критическим мышлением ну то есть когда не жил в другой стране вот не понимаешь таких вещей элементарных многие считают вот я бы хотел чтобы россия была мировой державой чтобы она была мировым лидером вот зачем вот вы хоть раз задавали себе вопрос зачем мне это нужно лично чтобы россия была мировым лидером что мне это даст я задумывалась ничего потому что я живу в Канаде и Канаде не мировой лидер она живет лучше США и России мировым лидерам быть дорого и неудобно и вот ради этого ради того что вот Путин был царем всего мира он решил поубивать кучу народу что вы вот так относите к своим соседям и друзьям вы подходите даете ему кулаком в лицо потом ой извини а потом еще раз кулаком в лицо разбили ему нос и он после этого вас будет любить уважать дружить с вами будет вот зачем вот это все все что-то боятся какие-то страхи на тему что вот россия распадется россия не распадется на какие-то части ну и что ну и что во всех нормальных странах страны порой распадаются на части потому что мелкие части гораздо легче навести там экономический какой-то порядок восстановить их что-то с ними сделать чтобы они добились какого-то успеха потом если они хорошо распались то есть по-дружески разошлись в стороны помогают друг другу они продолжают дружить и потом они может решат объединиться обратно но если вы разбомбили в хлам другую страну она никогда не захочет с вами объединяться она никогда с вами дружить не будет и вы другой планеты у нас нет у нас одна планета сейчас нужно планету спасать глобальное потепление много чего еще происходит вместо этого россияне и украинцы истребляют друг друга зачем ни зачем никаких других вот причин нет вот за что там воюют русские за что они там умирают и убивают других за что причин этих нет и причин терпеть Путина тоже нет долой Путина и наф хватит вот этого дерьма этого вора и убийцу бандита который награбил себе яхт наворовал у россиян и при этом своих значит дочерей он отвез отвозит в Европу они потом правда сейчас вернулись в Россию но смысл в том что у них у всех ничего плохого нет в том чтобы жить в чужой стране в другой стране ничего плохого в том чтобы нет не иметь там собственности но если вы эту собственность заработали во первых а во вторых если вы при этом не вопитесь из телевизора каждый день как все ужасно в других странах как все плохо что живут там только предаватели все такие противные вот а на самом деле у всех у них недвижимость там поэтому по ним так ударили санкции у всех у них детишки там или были или есть и так далее то есть они гадят в России а жить куда-то в цивилизованное общество едут туда где для них построили хорошую жизнь другие люди за счет того что это общество свободное и за счет того что там есть демократия поэтому подумайте над тем что я сказала очень вас прошу это мое мнение а вы имейте свое мнение помогите Украине помогите России помогите всему миру спасибо вам за внимание